здравствуйте друзья у нас тема интересная сейчас обсуждается в калифорнии особенно и я вам расскажу дело в том что есть налог штата в том штате где вы живете вот мы платим из нашей зарплаты а есть налог федеральный тоже мы платим из нашей зарплаты что происходит дальше с федеральными налогами эти федеральные налоги идут вашингтон а там дальше в частности в бюджете есть всякие статьи которые по которым оказывается помощь штатам то есть вроде бы деньги из штата ушли федеральный бюджет а потом возвращаются и в среднем я боюсь она по моему на доллар на доллар который шлется федеральный бюджет значит там в среднем американский штат получает там типа доллар 30 обратно в виде разных программ вставлять во первых не все налоги формируются за счет того что граждане платят чтобы понятно было откуда доллар 30 во вторых разные штаты по разному получают есть штаты которые являются в этом смысле донорами то есть штат которые получают гораздо меньше чем дают федеральный бюджет и такими штатами которые недополучают из федерального бюджета являются в частности штаты так называемые голубые штаты то есть штаты где дорого все где налоги высокие вот такие как калифорния нью-йорк нью-джерси и там обычно демократы имеют большинство в этих штатах поэтому голубой против красного как для республиканцев и система налогообложения федерально федеральная не учитывает стоимости жизни например вот если человек получает скажем 100 тысяч ну я не знаю где в алабаме или он получает 100 тысяч в кремниевой долине в алабаме он заплатит тот же самый федеральный налог что что и в кремниевой долине но в селе в калифорнии пусть будет более широко но уровень жизни совершенно несопоставимый эти поэтому как бы в этом есть элемент нечестности как бы несправедливости но это компенсировалось в некотором смысле тем что в голубых штатах налоги штата высокие вот в калифорнии там деньги я боюсь собрать ну что-нибудь там 12 13 до максимальная шкала он прогрессивный то есть кто-то вообще не платит кто-то больше платит но если ты хорошо зарабатываешь ты можешь довольно серьезно заплатить налог но эти налоги вычитались из ответственности за федеральный налог да то есть если я скажем за получаю 100 тысяч заплатил 10 тысяч налога калифорнии то я не налог федеральный у меня на эти 10 тысяч снижается сумма налогооблагаемой снижается на эти 10 тысяч и вот по этой штук штуковине был нанесен удар вот той реформы налогообложения которая сейчас принята была республиканцами можно так сказать конгрессом но вот силами республиканцев и получается такая история что ограничивается суммы в 10 тысяч списание с налогов и эти списания включают и то что ты за морги платишь а здесь дорогая недвижимость здесь большие морги и налоги которые ты платишь штата и локальные ограничены суммы в 10 тысяч то есть получается такая интересная история то есть те штаты которые и так были донорами федерального бюджета то есть они отдавали федеральный бюджет больше чем получали в виде программ как который из федерального бюджета и идут по штатам они в итоге еще и получили вот такой удар когда еще больше бремя вот это вот налоговая на них накладывается люди которые с той стороны на это смотрят они говорят они как посмотрите значит у них там большие налоги они их списывают федеральном локальные налоги или там моргaint же большие они списывают это дело с федерального такса-налога и не доплачивают федеральный бюджет то есть как бы это логика тех кто вот живет вот в тех штатах где ну скажем так в красных они к это не же не доплачивается mês и списание с писанией это большие почему они такие большие налоги под вода не не доплачивать на самом деле они сильно переплачивают и при этом еще раз справедливая система должна была бы учитывать стоимость искать жизни и и доход совокупно но в данном случае как бы произошел очень очень серьезный перекос то есть мало того что вот эти вот богатые дорогие штаты вносили больше но теперь им еще и удар причем удар этот абсолютно политический абсолютно как бы такая победившая там скажем так сторона которая держит там конгресс и президентскую должность она просто как бы мочит тех кто на той стороне то есть абсолютно в одну сторону все работает и обсуждение такое что это будет стоить республиканцам дорого когда будут выборы сейчас вообще все про выборы вот уже вроде год только начался а очень много обсуждается вот как пройдут выборы которые будут в ноябре 2018 года и вот говорят что вот за это вот республиканцы сильно поплатится местами в палате представителей которыми они имеют в демократических штатах от калифорнии там человек 30 республиканцев в палате представителей довольно существенно вот и и от нью-джерси от нью-йорка там есть люди поэтому вот говорят что наверное это должно как-то сильно по ним стукнуть настолько это несправедливо и так далее то есть как бы всякая атака она имеет обратный какой-то эффект когда начинают тебя в ответ атаковать но чем пока что вот такая такая тема вот такой как бы денежный интерес счастливы друзья это 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 Субтитры создавал DimaTorzok